Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился WZ111 в составе вроде бы годного набора, но мне почему-то кажется, что стоит все-таки задуматься о том, покупать или не покупать. Я наборчик данный обналичил, но и что могу вам сказать? Да, там в состав набора входят дни прямаккаунта, всякие другие приятные ништяки, которые мне поначислялись, куча всего, но все-таки, ребят, давайте будем говорить откровенно, покупаете вы это все не для того, чтобы набрать ништяков, а для того, чтобы получить себе машину и насколько она годная. Вот это мы сейчас и попробуем обсудить. Не будем долго ходить вокруг да около, вот здесь сверху будет ссылочка на абсолютно честный обзор на данную машину в стиле моего канала. Если вас интересует честный обзор за ценом брони, сомнения полные с другими аналогами на уровне, то переходите по ссылочке, также ссылочка будет в описании под данным видосом. От себя хочу отметить следующее. Первое, давайте кратенько обсудим, как обычно, орудие, стоя в ангаре и потом кое-что вам еще покажу. Время сведения с учетом оборудования, с учетом амуниции целых 5,5 секунд, и это очень долго и крайне дискомфортно. Что касается разброса, то практически 0,4, что тоже не добавляет комфорта в игре. Что касается урона в минуту, на своем уровне двумя тысячами вы никого не удивите. Самое неприятное, то что у вас при этом все мечи целых 12 практически секунд перезарядки, опять-таки с установленным оборудованием, с амуницией. Да, есть хорошая альфа в 200 единиц, пробитие 215, ну так, знаете, если за уши притягивать, то вроде бы и неплохо. Ну и порой помогают кумулятивные снаряды, этого тоже отрицать не буду. Есть крайне скудный угол, склонение орудия вниз, минус 5. Короче говоря, складывается впечатление, что создавая ВЗ-ху тогда еще, разработчики пытались сделать что-то хорошее путем того, что дали ей хорошую альфу. Но на сегодняшний день, глядя на характеристики машины, складывается впечатление, что собрали практически все самое худшее, что может быть только на этом уровне. Что касается того, что хотел еще отдельно показать, хоть мы и не делаем честного обзора, ребят, но просто забегая наперед. Если вы являетесь обладателем 112-го ледяного, либо ВЗ-112-2, либо вдруг вы за 1500 золота, выполнив определенное количество клановых боевых задач, вы вместе с кланом добрались до 10-го уровня снабжения и взяли себе ИСа 5-го, а это самый дешевый премиумный тяжелый танк на 8-м уровне, который только можно найти в игре, потому что полторушку больше не стоит никто. То вот если вы обладаете одним из этих вот трех аппаратов, то ВЗ-111 в принципе можете не рассматривать и уже прямо сейчас закрывать данное видео и не тратить свое время. По одной простой причине, потому что что касается 112-го ледяного и ВЗ-112-2, то это тупо практически полная копия. Может быть, если постараетесь, вы найдете, но поверьте, даже не 10 отличий, а максимум там 3, ну может 4 отличия. Каким образом так получается, что здесь у нас, ребят, 55% против 49% и здесь 49% у ледяного? Ну, наверное, просто потому что здесь чуть больше игроков играло, но все равно я, честно говоря, не совсем догоняю. Возможно, еще решает подвижность машины, потому что ВЗ-112-2 на целых 10 км быстрее передвигается вперед и на целых 5 км круче сдает назад. Поэтому у ВЗ-112-2, скорее всего, и есть чуть выше процент по победам, даже не чуть, а, ну да, там, окей, на целых 5% выше или даже на 6, чем у двух конкурентов, в частности, у ВЗ-111. Но если вы посмотрите конкретно на орудие, то это тупо 3 брата-близнеца, а вот ИС-5 он даже лучше, потому что у него скорость полета снаряда, ну, существенно выше, на целых 500 единиц. Ну и что касается пробития, то тоже здесь немножечко выше. Короче говоря, ребят, как я уже сказал, если 3 этих тачки у вас есть, то ВЗ-111 вам по определению не нужен, потому что вы возьмете просто себе дополнительную копию одной из машин, которая у вас и так уже есть. Ну вот он, допустим, ледяной, практически то же самое. Да, они там отличаются по броне, совсем все немножко по-другому, но все-таки, ребят, далеко не надо ходить, все-таки эти машины крайне похожи по тому, как вы будете на них отыгрывать. И что касается ледяного, то мне, допустим, ледяной даже больше нравится, потому что верхний бронелист здесь один цельный, и на нем плюс-минус можно как-то ромбовать, и здесь совсем другая броня. А вот что касается ВЗ-111, то как бы ты не остановился, тебе вот сюда вот, блин, будут все равно довольно жестко накидывать, ровно как и в нижний бронелист. Ну, у ледяного тоже далеко не фонтан этот нижний бронелист, но все же ледяной мне в этом отношении нравится больше. Все, что смогли обсудить, стоя в ангаре, обсудили, теперь давайте возьмем машину и просто зайдем в первый попавшийся бой. Ну, а пока мы туда заходим, приглашаю всех к себе на дискорд сервер, где вы можете пообщаться с ребятами, которые разделяют любовь к танкам, вы можете похвастаться своими результатами, вы можете выложить свои реплеи, вы можете ознакомиться с новостями игры вне зависимости от того, на каком сервере вы играете, потому что новости там появляются, как только публикуются в официальных источниках. И плюс к тому, ребята, вы можете ознакомиться с новостями каналом, что и когда выходило. Зачем вам это все нужно? Ну, во-первых, потому что среди подписчиков, кстати, ребят, подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видосы, среди подписчиков моего канала и зрителей моих видео я постоянно провожу розыгрыши на какие-нибудь ценности, типа прем танков, батл пассовских пропусков и так далее. Ну, кроме того, ребят, розыгрыши будут проходить и в Дискорде, поэтому помимо того, что предлагаю всех подписаться на канал, приглашаю всех и на Дискорд. И когда там будет тысяча ребят, мы разыграем танчик премиумный на выбор того, кто победит. Кроме того, ребят, сейчас уже идет розыгрыш в Дискорде. Если вы видео смотрите 13 июня 2023 года, то сейчас есть ровно 24 часа на то, чтобы зарегистрироваться на розыгрыш в Дискорде. Ссылочка на видос соответствующий будет в описании под данным видео. Заходите, регистрируйтесь, побеждайте. Что касается подвижности. Машина едет приятно, хорошо, не могу сказать, что вяленько. Это сводится крайне ужасно, если бы этот товарищ не стоял сейчас на месте, то навряд ли у нас что-то бодрое бы с этого получилось. Он бы 40 раз отъехал. Время перезарядки, я бы сказал, ну, не очень приятное. Да, ты накидываешь по 400 единиц, но все-таки ты не успеваешь перезарядиться. Тот же самый Левчик сейчас уехал. Урон я ему набросить не успел. Время сведения тоже не радует, пока я в Левчика свелся. Тоже там, глядишь, полгодика прошло. Короче говоря, ребят, машина разочарования. Если говорить о ценнике в 5,5 косарей, которые сейчас просят за данную тачку, то я бы не рекомендовал тратить данную голду на этот аппарат. Ну, просто хотя бы исходя из того, что порой бывают действительно крайне жирные предложения. Ну, вот, допустим, такие, как тот же самый Левчик Колосс, которого можно было взять тоже за 5,5, но в легендарном внешнем виде фармящая машина с хорошим бодрым орудием, классной броней. Короче говоря, там гораздо больше всякого рода позитивов, чем негативов у этой машины. Без сведения, как вы видите, я сейчас специально выстрелил без полного сведения, для того, чтобы на вот таком среднем расстоянии показать вам, что орудие косое, как мой сосед на пьянке. И ожидать от него, что вы будете бодро закидывать там какие-то вертухи и так далее. Нет, ребят, ничего у вас получаться не будет. Требует данное орудие полного сведения для того, чтобы точно выстрелить. За это время полного сведения вы в любом случае получите плюху от вашего соперника. Ну и, короче говоря, ни к чему приятному и хорошему это не приведет. Вот какие-нибудь вот такие вот укрытия действительно ему подходят. Можно становиться, можно нормально отыгрывать. Сейчас даже в седьмого уровня крушака я бросил без пробития. Это очень сильно унижает и оскорбляет. Но факт остается фактом. Пробитием данное орудие тоже похвастаться не может. Унылая машинка, мало чего веселого. Единственное, что в ней действительно хорошее, это, ребят, ее подвижность. И, безусловно, друзья мои, ее альфа. Но одной альфой и одной подвижностью ты, в принципе, сыт не будешь. Пробивать тебя будут вполне спокойно, а ты с этим сделать практически ничего не можешь. Что касается результативности нашей по результатам данного боя, то именно благодаря тому, что орудие обладает хорошей альфой, я смог сделать 1630 единиц. Ну, согласитесь, далеко не самый лучший показатель. Сейчас попытаемся зайти еще в одну катку. Но поверьте мне, плюс-минус ВЗ-111 играется постоянно. Так, что касается фарма, то 21000 хотя бы в минус не уходите, уже слава богу. Ну, а что касается результатов по команде, то я на втором месте. Обязательно лайкану, как обычно, лидера в нашей команде. И с удовольствием лайкану двух лидеров в команде соперников. Ребята, молодцы, круто отыграли. Я считаю, что они достойны того, чтобы их похвалили даже их соперники. Ну что, заезжаем еще в одну каточку и пытаемся что-то сделать еще в одном бою. Итак, друзья, зашли в следующий бой. Возвращаясь к теме годности данной машины, хочется отметить следующее. Мне очень часто пишут по подобным машинам в комментариях, что ты не понимаешь, здесь необходимо работать от альфы, а не от кд. Надо сохранять спокойствие, необходимо полностью сводиться. Ребята, я это все понимаю, вот серьезно. Я далеко не первый день играю в эту игру и плюс-минус какие-то понятия у меня есть. Но давайте будем говорить откровенно. Альфа средняя 400 единиц. Окей, я согласен с тем, что 400 единиц альфы это годно на восьмом уровне для тяжелого танка. Вопросов нет. Давайте посчитаем. Даже если каждый раз из вашего орудия будет вылетать по 400 единиц альфы, то прикиньте приблизительно, сколько времени в бою с учетом времени перезарядки, с учетом того, что соперники не стоят на месте и с учетом того, что вам необходимо по двигающимся соперникам успеть свестись без увеличения разброса, то есть без подвижности машины, так, чтобы за бой накинуть хотя бы 5 удачных выстрелов. Это я к чему говорю? Что даже 2000 урона на данной машине, это то еще занятие. И реализовать, скажем так, хотя бы планку в 2500, а это значит вам уже надо накинуть даже не 6 снарядов, а в 7. Ну, потому что вас просто, как правило, больше 400 вылетать не будет. Вот сейчас просто неимоверный фарт какой-то произошел. Я из жадности плюнул, но согласитесь, когда ты на вот таком вот расстоянии, находясь, исключительно держишь пальцы крестиком и молишься, чтобы твой снаряд полетел туда, куда нужно, это не совсем тот геймплей, которого ты ожидаешь. Хотелось бы все-таки, чтобы орудие сводилось как-нибудь быстрее, ну и уже хотя бы там в таких раскладах, чтобы у тебя было время перезарядки, да, там твое в 12 секунд, и тогда ты будешь понимать, что, окей, у меня-то все-таки альфа 400. Но когда у тебя время перезарядки безбожно большое, и при этом все, ты имеешь не крайне, ну, крайне дискомфортные углы склонения орудия, при этом всем, ребят, вот даже при полном сведении орудия, ты все равно по ИСу не попадаешь в его нижний бронелист, и тебе необходимо на дальних расстояниях надеяться на то, что никто никуда не отъедет для того, чтобы ты смог по нему попасть, но вот как я сейчас бросаю, только благодаря тому, что практически на последних долях секунды сведения орудия там уже практически пришло в идеальный свой показатель, но это не есть хорошо. Вот пока я этим всем здесь занимался, команду, в принципе, растащили. Можно было поехать вместе с командой, вопросов нет. Но с моим временем перезарядки, опять-таки, особо толку от меня бы там не было. Так-с, отходим. Угол склонения орудия. Как вы видели, угол склонения орудия вниз, не то что оставляет желать лучшего, он просто безбожно ужасен. Давай, едь сюда. Подъезжайте, не бойтесь, дайте хоть по кому-нибудь еще набросить урона. Ну вот, в принципе, вот так, вот еще и без пробития. Короче говоря, ребят, скажу вам следующее. Даже не буду досматривать результат обои, а просто выйду из него. Пять с половиной тысяч за данную машину отдавать, это глупо. Вот серьезно, если вы хотите приобрести себе машину, которая будет вас радовать, которая будет давать результаты, берите плюс-минус современные машины, или берите себе кого-нибудь из стариков, но только при условии того, что данные старики получили хоть какой-нибудь ап от разработчиков. Если у вас есть пять с половиной тысяч голды, поверьте, вы будете гораздо более счастливым человеком, если приобретете себе за семь с половиной тысяч, добавив два косаря, набор из трех премиумных машин БТшек, либо если вы купите себе отдельно, допустим, не знаю, того же самого 8.8, и поверьте мне, он вас обрадует гораздо больше, чем наш товарищ WZ111. Если вы за честность автора, если вы за честные обзоры, обязательно подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, обязательно зарегистрируйтесь в Дискорде и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь для вас и никогда не посоветую вам приобрести себе что-либо, что потенциально может вас расстроить. Спасибо большое за просмотр, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!